Начнём с результатов недавнего рейда. Торговый центр «Орбита» безопасен для посетителей. Такой вердикт вынесли сотрудники регионального главстройнадзора. На днях они провели осмотр здания, однако в поле зрения специалистов попали мелкие недоработки. Какие именно, сейчас узнаем. Осмотр здания начался с крыши. Первое, на что обратили внимание сотрудники надзорных органов – состояние вентиляционных камер. Незначительные трещины и наличие коррозии не являются грубым нарушением. Но руководству торгового центра рекомендовано устранить его в кратчайшие сроки. А проверка самой территории торгового центра началась с детской развлекательной зоны. Здесь у специалистов главгостройнадзора нареканий никаких нет. Игровая зона, которая расположена на четвёртом этаже, уже не соответствует современным нормам. Но это здание было построено до того, как вышли эти нормы. И по тем нормативам оно, естественно, полностью соответствовало. Мы специально зашли в эту зону, посмотрели эвакуационные выходы, которые существуют. На наш взгляд, это совершенно достаточно. Осмотрев всю территорию орбиты, комиссия спустилась на подземную парковку. Здесь они проверили состояние противопожарного оборудования. На подземной парковке есть отдельные места прохода инженерных коммуникаций, которые необходимо в соответствии с противопожарными требованиями запенить предпожарной пеной, чтобы не допустить распространения в случае какой-то ситуации, не допустить распространения дыма, огня через этажи. Стоит отметить, что недавно в торговом центре «Орбита» проводили учения по эвакуации людей. Для того, чтобы все посетители безопасно покинули здание, понадобилось две минуты. А в апреле текущего года объект проверяли сотрудники МЧС и Госпожнадзора. Была проверена полностью пожарная сигнализация, система пожарного оповещения, дымоудаление, сплинтельная система. Мы опробовали пожарные насосы. И по результатам этой проверки мы получили оценку удовлетворительную. Такую же оценку «Орбита» получила и на этот раз. Эксплуатация здания производится должным образом. А для устранения выявленных недостатков руководству торгового центра понадобится всего лишь два дня. Луиза Игазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.